всем привет сегодня я хочу показать один такой хитрый способ как можно починить объектив вот такого вот фотоаппарата мыльницы в принципе не обязательно такого в принципе почти любого ну вот на примере фотоаппарата Samsung модель у нас ES10 как часто бывает с такими мыльницами носили его без чехла просто так в сумочке поэтому в объектив попала грязь песок пыль там уже что творилось и объектив у нас не выезжал при попытке включить он дергался и все и фотоаппарат отключался уходил в защиту то есть он у нас не работал сейчас видим он работает объектив я разбирал промывал естественно его отмывал чистил очень много грязи там было но после сбора он опять все равно не заработал то есть ну тут нужно было просто менять уже весь объектив менять объектив по деньгам ну как бы не целесообразно потому что фотоаппарат уже довольно таки старенький характеристики у него уже устарели и вкладывать деньги на новый объектив нет смысла совершенно проще купить новый фотоаппарат ну что в принципе хозяева этого фотоаппарата так и сделали они его просто купили себе новый фотоаппарат а этот оставили мне для опытов и вот я так он у меня валялся валялся и вспомнил я про один старый проверенный способ не решил его попробовать и вот после этого он у нас заработал вот уже целый месяц я хожу с ним фотографирую проверяю он работает работает нормально фотографирует я показываю я его выключил вот я его включил и так что же мы будем делать для того чтобы его починить ну для начала вытащить батарейки наверно они нам тут аккумулятор я использую и откручиваем винты нам нужно разобрать этот аппарат то есть тут раз два три четыре пять шесть для того чтобы открученные болтики у нас не потерялись очень хорошо использовать магнит цепляем их на магнитике они у нас никуда не укатятся не потеряются когда откручиваем болтики обязательно внимательно смотрим на их длину потому что ну вот здесь они одинаковые вообще очень часто они разные по длине поэтому надо всегда запоминать записывать или фотографировать какой болтик откуда мы открутили если они разные длины чтобы потом при сборке закрутить на место для чего это нужно потому что часто под болтиками там может быть плата или еще что-то если вместо короткого болтиковой длинный но этим можно доломать фотоаппарат сломать его согласитесь что это нам не надо вот таким легким движением руки мы открываем переднюю крышечку и открываем заднюю крышечку все делать надо аккуратно обращаю ваше внимание вот здесь у нас конденсатор на вспышку здесь у нас высокое напряжение туда пальцами лезть нельзя иначе вас очень сильно ударит током можно даже спалить плату поэтому я бы даже рекомендовал воспользоваться резиновыми перчатками так как я знаю уже в этом фотоаппарате где что можно трогать где что нельзя я могу себе позволить без перчаток но вообще вообще эти ошибки делают даже очень большие профессионалы поэтому особенно если у вас нет опыта или опыт небольшой очень советую использовать резиновые перчатки вот тут пальцами без защиты затрагиваться нельзя снимаем шлейф чтобы он нам не мешал для этого тут есть вот такой замочек черненькая полоска сейчас она фокус наведется вот это черненькую полосочку мы ее поднимаем вверх это замочек и вот после того как подняли он у нас уже вытащится вот так снимется так можем использовать несколько магнитиков то есть запомнили что вот эти болтики у нас от верхней крышки откручиваем вот эту защитную пластину убрали ее сторону теперь нам нужно отключить вот этот шлейф тут он у нас без замочка просто вставляется берем пинцетик и аккуратненько просто его вот вытаскиваем откручиваем еще саморез саморез запоминаем где он у нас был и можем вытащить уже нашу плату вот корпус с конденсатором высоковольтным сюда пальчиками мы не лезем ну а здесь уже можем спокойно брать и смотреть вот так выглядит наш объектив в принципе в принципе можно открутить еще три вот этих самореза и отсоединить объектив от платы там мы увидим матрицу саму это нужно делать для чего чтобы потом разобрать объектив промыть его прочистить и опять собрать но так как объектив я уже полностью разбирал полностью его очищал он идеально чистый я могу уже лишний раз не откручивать но все равно я вам откручу покажу откручиваем эти три самореза и ложим их отдельно чтобы не перепутать вот у нас матрица вот у нас объектив стараемся чтобы пыль не попала поэтому работаем в чистом в чистых условиях ну а если все таки попадет пыль воспользуйтесь грушей для того чтобы сдуть пылинки ну это когда будете собирать уже и главное не дотронуться пальцами иначе останется на матрице жирный след который убрать достаточно непросто и снимки у вас будут в дальнейшем испорчены убираем в сторону нас интересует вот сам объектив конкретно вот этот двигатель вот этот двигатель который у нас его выдвигает и задвигает двигатель в этом фотоаппарате трехвольтовый так как используется две батарейки пальчиковых либо вот как у меня два аккумулятора что нам для этого нужно еще дополнительно нам нужен будет блок питания регулируемый сейчас я его достану так вот такой вот у меня есть регулируемый блок питания старенький старенький и вот на нем выставляем где-то 5 вольт мы можем начать от 3 вольт но на 3 вольта он не выезжает его клинит ну иначе бы мы не разбирали поэтому ставим 5 вольт ну можно поставить 5 с половиной вот по стрелке вот видно это дело не приблизится вот 5 с половиной вольт и вот эти контакты на моторчике вот мы к ним дотрагиваемся нашими проводами кратковременно видите и он у нас выехал сейчас получше покажу если поменять полярность он у нас заедет то есть нам надо выдвинуть объектив и задвинуть первое первое сначала он у нас двигается скачками заедает но выходит и вот делаем это ну не знаю минуты 3-4 5 минут потом постоянно выдвигаем и задвигаем затем снижаем напряжение до скажем 4 вольт видите вот он заехал он сразу не выехал он сейчас выехал и вот так продолжаем делать пока не надоест шутка ну опять-таки минуты 2 и вот после того как мы с ним так вот поигрались где-то от 5 минут мы можем его собирать обратно фотоаппарат после этого он будет у нас работать давайте я вам покажу еще еще более крупным планом что я делал неудобно его держать сейчас как-то 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 вот так фокус то есть прислоняю вот он выехал теперь меняю полярность и он заехал и вот так вот мы его выдвигаем задвигаем главное вовремя убирайте провода когда он у нас выдвинулся или задвинулся все отключаем наш питание и собираем фотоаппарат перед сборкой обращайте внимание на то чтобы все линзочки у вас были чистые если там пылинка мы их сдуваем если вы дотронулись пальцами или еще грязь используем специальную ткань не оставляющую ворс или замшу но если уж сильно жирные следы используем специальное средство для очистки оптики например вот такой скрин 99 контакт химии отличная вещь чистят но здесь у нас все чистенько совершенно линзочки чистые пыли на ней грязи нету матрица у нас тоже чистая поэтому мы собираем пыли по а в м в в в вы в в в в в в в в Итак, проверяем. Видите, все работает, все у нас показывает, все фокусируется, все работает. Если вы собрали, у вас экран просто белый, не показывает, на нем нет изображения, или вообще темный, проверьте, как вы подключили шлейф в тот разъемчик. Возможно, он у вас не дошел или стал криво, потому что вот именно в этой модели тут есть сложности свои, он немножко плохо вставляется. Допустим, в Canon'ах такого нет, а вот у Samsung'ах это бывает очень часто. Переполнилась карта памяти. Ну, вот и все. Так мы дали вторую жизнь фотоаппарату, который отправлялся у нас на помойку. Так можно восстановить не только объективы фотоаппаратов, таких мыльниц, но и любой двигатель от DVD, допустим, DVD-проигрывателя, CD-проигрывателя, еще какой-то там моторчик, который подклинивал. Так что, не спешите выбрасывать, попробуйте вот такой способ, как правило, он помогает. Все, пока-пока, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Пока-пока.